Исследование систем линейки плавлений, теоремы Кранеги-Артопыли. Исследование систем линейки плавлений, теоремы Кранеги-Артопыли. Исследование систем линейки плавлений, теоремы Кранеги. Определенность, неопределенность. Исследование систем линейки плавлений. Исследование систем линейки плавлений. Исследование систем линейки плавлений, теоремы Кранеги-Артопыли. Исследование систем линейки плавлений, теоремы Кранеги-Артопыли. Исследование систем линейки плавлений. Схема будет следующая, вот у нас система, система линейно-правлений. Система линейно-правлений. Значит, какие варианты возможны? Посмотрите, здесь два варианта возможны. Система совместна. Совместна. Или система несовместна. Система у нас будет совместна. Если не и быстрее, хотя бы это было решение. А когда она совместна, здесь еще можете пояснить. Система совместна. Тогда и только тогда. Когда ранг основной матрицы системы равен рангу расширенной матрицы системы. Система совместна. Тогда и только тогда. Когда ранг основной матрицы равен рангу расширенной матрицы системы. Система совместна. Тогда и только тогда. Когда ранг основной матрицы системы. 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 7 8 9 8 9 9 8 8 9 9 8 9 9 9 9 10 9 9 Расширенная матрица, помните, что к коэффициентам, которые неизвестны, добавляются столбецкого получения. Это расширенная матрица системы. Так вот, если получается рамок расширенной матрицы и основной совпадает рамок, то система совместна. Поэтому здесь можно записать, что рамок А равняется рамок В. Не сомневся, когда рамок не выполняется рамок А, РАН, САН и В. Как раз в этом условии по-разному и называется теоремой рамок РАН. Я не с вами беру эти условия. Теперь посмотрите, как возникает система, когда она определена. У нас получается, если система совместна, какие варианты возможны, она может иметь единственное решение, то есть когда рамок, у вас будет равен числу неизвестных, как раз в этом условии по-разному. В. 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 И получается, система определена, если у вас ранг вытаряется L, все будет естественно. В этом случае, посмотрите, существует единственное решение. Когда система не определена, то получается, что, посмотрите, ранг меньше числа неизвестных, например, ранг 2, число неизвестных 3, то тогда возникает неопределенность, существует бесчисленное множество решений. Тогда существует бесчисленное множество решений. Как находятся они? Делается таким образом. R, ранг, число ранг, обозначают за базовые переменные. Значит, число переменных в базовую травму будет равном рангу. А остальные переменные, посмотрите, R минус R, как разница у нас, вот это свободные переменные. Это тире, посмотрите. Количество свободных переменных. Свободных переменных. Итак. Свободные переменные в любой группе обозначаете. И находите, по известным меркам, метку Гаусса, остальные переменные через это свободные. Таким образом, посмотрите, у вас получается на сегодняшнем занятии, нам нужно будет с вами научиться определять, отвечать на вопросы, система совместна, несовместна. Если она совместна, то определять, определённая на неопределённая, и любой исход выложен увидеть на какие-то решения. То есть, единственное решение и множество решений. Теперь, самое осталось малость, да, выяснить, а что был ранг, как его найти в отмене себе. Если мы возьмём сейчас матрицу А, то есть она у нас будет размером треугольная матрица. То есть, в форму работали с квадратной матрицей, как решали системы. А теперь, например, треугольную. М-строк, М-с полцов. То есть, у нас будет А-1, А-1, А-2, А-1, 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 А-2, 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 А-2. Посмотрите. Если мы будем у этой матрицы у неё R-строк, R-станция, она треугольная число строк, если число строк рабочего станции, то будет квадратная матрица. Так вот, посмотрите. Отметьте за определение. Ранга матрицы называется наивысший порядок нейлора отличная гуля. Ранга матрицы называется наивысший порядок нейлора отличная гуля. Наивысший порядок нейлора отличная гуля. Посмотрите внимательно. Мейлор, я напомню вам, это вы у нас определители. Помните, как мы их находили? Мы вычёртывали строк и столбец определённого элемента и получали квадратные. И самое главное, что минур это определитель. То есть это квадрат у нас будет. Значит, смотрите. Вот этой матрицы вам можно выделять квадраты. Они могут быть размером 2 на 2. Знаете, для 2 строке, у нас там не получится, вот этот квадратик. Могу 3 строки, 3 столбца взять и так далее. Как вам нужно найти? Нужно найти какой-либо наибольшего порядка, который отличен на гуля. Здесь, таким образом, ранг фактически может быть выглядеть на матрицу в зависимости от порядка, вот размер неё. И ранг может так отумевляться. Ранг будет равняться минимуму из количества строк и столбцов. М. То есть мы, например, смотрите, можем М строк взять, потому что они есть. И М столбцов, это будет квадратная матрица. Но мы не можем М строк взять, потому что М у нас больше. Если мы столбцов возьмем М, в данном случае, то, естественно, она не будет антопривоугольная. Поэтому, смотрите, минимум. Минимум, допустим, у нас получается М. Если М у нас меньше М, давайте повесим, пусть М. Сделаем меньше числа столбцов. Вот посмотрите, какой ранг может быть. Вот так. Вы знаете, что меньше равно. Меньше равно, точнее, самое меньше равно М. То есть максимальное может М быть порядок, а может уменьшать М и усаживать вниз во второго порядка, первого порядка. Смотрите, если есть элементы угли, то это уже будет порядок. Если все равно один элемент отличный, то это в первом порядке. А дальше надо считать. Сейчас я приведу пример, чтобы вас научить. И мы посмотрим у матрицы, какой будет ранг. И посмотрите, это по определению. То есть по определению имеем матрицу, выделяем квадрат и считаем. Начинаем от наибольшего квадрата. Допустим, третий порядок выделили, посчитали, все третьего порядка равны друг другу. Переходим, учим, второй порядок. Второй порядок, если равны друг другу, все переходим к первому порядку. Смотрим, есть отличные элементы. Ну давайте к примеру. Вот такую возьму матрицу. Сюда. И пройдем ее сбежать, определить ранг матрицы. И возьмем, не хочу сказать, один, два, три, четыре, возьмем пять, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, десять, десять, девять, семь, двенадцать. Мы взяли, я делаю двенадцать часов. Вот пусть у нас подписано. Давайте найдем два рана. Вот посмотрите, размеры по какой здесь получается? Четыре. Три. Два раза, два, четыре. Фактически, рамка какой может быть? Рамка может быть 2. Меньше выбираем. Выбираем минимум. Что получается? Меньше. Смотрите, рамка ее может быть 3, может быть 2, может быть 1. Но что надо ответить на вопрос? Какое же будет? 3, 2 или 1? Для этого начинают квадрат строить. Мы можем что взять? Первый, второй, третий столбец. Посчитать определение. Возьмем 3, да? И считаем. Вот этот квадрат у нас получается. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Считать вы способом можете. Посмотрите, вы уже правило сам все знаете. Знаете, определение вас в классе в любой стратегии станции, а может сам уже свойств. Давайте я свойствую здесь применю. В общем, он определит себя. То есть преобразование я сделаю. Значит, у меня есть изменение первого страта. А вот здесь, если я свойствую подъединить, я не получу. Первую нарезку эту пробку сложу. Ну, здесь. А вы начинаете этот способ проверить. Поехали. Поехали.